Единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей получит каждый российский пенсионер, в том числе и артемовские пенсионеры. Данные выплаты планируется произвести в начале 2017 года. Такое решение правительства связано с тем, что до 2016 года, к примеру, страховые пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен, а пенсии по государственному пенсионному обеспечению зависели от роста прожиточного минимума пенсионера. В условиях сложившейся экономической ситуации в стране, в этом году был изменен порядок ежегодной индексации пенсии. А именно, с 1 февраля 2016 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 4%, при официальной инфляции за 2015 год – 12%, а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Понимаю, что 4% – это мало. Но ведь сложилась такая ситуация, что у нас, кстати, пенсии повышаются с 1 февраля, это страховая часть пенсии, а все остальные с 1 апреля. Как бы разные. Там социальные пенсии, которые от государственной казны платятся, единые денежные выплаты, фиксированная часть, то, что из государственной, и то, что за страховых взносов, это вот с 1 февраля. 4% – да, мало. А те, кто работает, им не повысили. Индексация не коснулась работающих пенсионеров. А между тем, по официальным данным, из 21 188 пенсионеров, проживающих на территории Артемовского городского округа и получающих пенсию в пенсионном фонде, продолжают трудиться примерно 4200 человек. Средняя продолжительность рабочего периода в пенсионном возрасте колеблется от 7 до 15 лет. Все зависит в первую очередь от состояния здоровья того или иного пенсионера и востребованности его знаний, умений и навыков на рынке труда. Мы, как пенсионный фонд, стимулируем людей более поздний выход на пенсию. Не просто вот давайте вот, решили, решили. Конечно, я не отвечаю за руководство, я просто тенденцию, тенденция такая, что пока добровольно, пока добровольно. Выходите позже, вам пенсия увеличивается. Правильно президент сказал, что надо создать условия для здорового образа жизни, для более резкого повышения подожительности жизни, тогда, конечно, может быть это самое. А так просто то, что есть, понятно, что это самое. Я думаю, что пока экономика говорит надо, но жизнь говорит нет. А пока в нашей стране с 1 января 2017 года стартует повышение пенсионного возраста для госслужащих. Выход на заслуженный отдых для мужчин и женщин возможен, соответственно, с 65 и 63 лет. Что же касается повышения пенсионного возраста для остальных российских пенсионеров, никаких резких решений по пенсионному законодательству, в частности, по увеличению пенсионного возраста, на данный момент не планируется. Так прокомментировал ситуацию руководитель управления пенсионного фонда по городу Артемовский Михаил Пономарев.